Всем привет, с вами Ети и в данном видео я разберу программу для спины от Джоэла Келлета. Многие просили меня это сделать, вот пришло время и я сейчас буду ее разбирать. И чтобы не нарушать авторские права, я хочу сказать, что в описании есть ссылка на этот материал, вы можете приобрести, ознакомиться с ним при желании. Стоит эта программа недорого, 5 долларов всего. И я не буду здесь все моменты раскрывать, которые были в данной программе. Лишь основные принципы разберу и выскажу свое мнение по поводу данной программы. Если рассказать кратко, то его программа тренировок состоит из 6 упражнений для спины. Комбинация вертикальных тяг и горизонтальных тяг, собственно, как все и делают. Сейчас, на данный момент, все бодибилдеры, все любители, посетители тренажерного зала именно так и тренируются. То есть комбинируют вертикальные тяги и горизонтальные, чтобы проработать большие пласты, большие мышечные группы под разными углами, чтобы включить максимальное количество мышечных волокон. Так вот, что касается его программы, то там 3 упражнения вертикальных тяг, которые идут в начале тренировки. И потом 3 для горизонтальных тяг. Так вот, какие это упражнения? Могу сказать, что начинает он с подтягиваний и считает их фундаментальным упражнением для широчайших мышц спины, в принципе. Но с ним я в какой-то степени соглашусь, потому что я тоже свою тренировку, любую, начинаю с подтягиваний. Ну, то есть любая тренировка, на которой я буду тренировать спину, я начинаю именно с подтягиваний, точно так же, как и он. Далее идут 2 другие тяги, среди которых тяга вертикального блока параллельным хватом к груди и тяга за голову. Могу сказать, что с тягой вертикального блока к груди я соглашусь. Хорошее упражнение, в принципе. А вот что касается тяги за голову, то по соотношению эффективности и травмоопасности, это самое бесполезное упражнение, которое только можно придумать для спины. Но это лично, на мой взгляд. Потому что это, скажем так, костно-связочный аппарат почти всегда страдает. Вообще, наверное, 10% людей оно только подойдет. И при этом обратите внимание, как ведет себя в данном случае позвоночник, что происходит в плечах, насколько оно оптимально для вовлечения широчайших мышц в работу и так далее. То есть, на мой взгляд, все мышцы спины можно проработать, не делая данного упражнения. И таких серьезных травм не случится. Потому что многие замечают, что тренируясь месяц даже в данном упражнении, если оно вам подходит, то какие-то боли в плечах в конечном итоге возникнут. Теперь, что касается следующих трех упражнений горизонтальных тяг. Какие упражнения он выбрал? Это тяга к поясу в Смите, которая мне не очень понравилась по его технике конкретно. Потому что он тянул в наклоне к груди, наклон, скажем так, к земле небольшой был угол. То есть, он колебался постоянно, скажем так. То есть, он то достигал параллели к полу, то он становился гораздо выше и так далее. На мой взгляд, это не очень эффективный способ задействовать мышцы спины. Но это мое личное мнение, опять же. То есть, какая-то часть уходит на трапецию. Если она ему нужна, можно качать другими упражнениями и более прицельно. Не очень комфортно себя будут чувствовать локти. Это 100%. Потому что там тяга идет не к поясу. И локти движутся не вдоль тела, не вдоль туловища, не прижато. А именно расставлены в стороны под довольно большим углом. И, соответственно, поэтому могу сказать, что нет. Лично мне такой стиль точно не подойдет. Много минусов. Опять же, травмоопасность и неэффективность. Всем остальным я тоже этого делать не советую. То есть, можно выполнять тягу в наклоне. Но, опять же, совершенно другой техникой. Здесь только технические нюансы меня не устроили. Теперь, что касается следующих упражнений. Это у нас осталась тяга рычажного тренажера. Он ее делал, я точно помню. Ну, то есть, хаммер элементарный. Там никаких вопросов, в принципе, нет. И по поводу последнего упражнения. Тяга гантели в наклоне. Тоже все прекрасно пойдет. Нормальная техника там и так далее. Что касается общих рекомендаций по программе, которую он вводил. Во-первых, одним основным его принципом является растяжка. Постоянная растяжка. То есть, он тянется перед упражнениями. В середине подходов. В конце он всегда тянется. Всегда тянет мышцы. И старается использовать полную амплитуду движения. На мой взгляд, это не совсем верно. Потому что это может повлечь за собой снижение силовых показателей, как показывают многие, собственно, исследования. Перед силовой работой желательно растяжку не делать. А потом уже ее можно делать. То есть, сдвинуть растяжку именно в конец своей программы. Или делать отдельным комплексом после уже всей тренировки, в принципе. Но не делать этого перед силовой работой. Потому что, когда мы приходим в зал, если мы отдохнули и восстановились. То наши мышцы находятся в необходимом тонусе с оптимальной длиной саркомера для сокращения и для растяжения. И не нужно их деформировать перед этой тренировкой. Чревато просто снижением силовых показателей и повышенной степенью травматизма. Это если вкратце. Поэтому перед силовой работой не тянем. После уже можно, в принципе. Он рекомендует делать 8-12 повторений во всех упражнениях. За голову я удивлен, что, в принципе, можно тянуть вообще на 8-12. Я редко видел, чтобы это делали. То есть, если и включают данное упражнение в свою программу тренировок, то делают, как правило, многоповторку. Почти все. Но никто не рискует там брать какие-то большие веса. Что могу сказать по количеству подходов и стилю исполнения. Он делает один разминочный перед основной своей серией. То есть, перед самим упражнением. Затем берет рабочий вес, но делает не до отказа, а с огромным запасом. А затем в двух подходах он выкладывается до отказа. И так он делает с каждым упражнением. По сути, только разница в том, что потом количество разминочных подходов снижается. Ну, например, перед тягой блока груди параллельным хватом он вообще разминки не делает. В принципе, сразу переходит к рабочему. То есть, рабочий, не до отказа и потом снова два отказных. Таким образом, получается 6 упражнений умножить на 2. Это 12 подходов, выполненных в отказ. И 6 упражнений с тем же весом, но сделанных не до отказа, которые как раз идут перед этими отказными подходами. Вот такой тренировочный объем. То есть, получается 18 рабочих подходов. Из них 12 подходов, в принципе, сделанных в отказ. Что касается периодизации. Он попытался создать какой-то аналог на 4 или 5 неделе. Он говорит о том, что необходимо все-таки данную тренировку немножко изменить. Но как он ее изменил? Он просто заменил там упражнения. То есть, элементарно поменял. Ну, например, подтягивания он, по-моему, как делал, так и делает. При этом поменял там на Т тягу, например, тягу к поясу. Вставил туда пулловер и какие-то другие упражнения. То есть, просто изменил комбинацию упражнений и заменил все те, которые он делал. То есть, додумайте сами в своей голове, на что он там меняет. Ну, и, соответственно, это делается в том же стиле и то же число повторений. То есть, он это называет принципом шокирования мышц. То есть, здесь мы переключаемся на другую совершенно нагрузку на 4-5 неделе. Тело забывает, как делать те упражнения. Потом возвращаемся к программе и снова 4 недели делаем одну и ту же программу. Из 6 упражнений, которые я вам перечислял. Могу сказать, что это не совсем корректное действие. Потому что, если вводить периодизацию, то можно, например, на 4-5 неделе вставлять легкую неделю. Либо полностью отдыхать от железа, например, как вариант. Как периодизация нагрузок это может рассматриваться. Но когда мы просто меняем упражнение, но делаем с той же интенсивностью, то же число повторений, тот же стиль, это не совсем я могу назвать все-таки периодизацией. То есть, он это считает принципом шокирования. Не знаю, вам виднее, сами порассуждайте, будет это работать или нет. Нужно ли это на самом деле. Принцип шокирования мышц. В общем, мое мнение по данной программе тренировок. В принципе, она приемлемая. Но вопрос в том, сможете ли вы 12 подходов сделать за одну тренировку. Я бы лучше разбил это, например, на фуллбадди. Если хочется так делать на 4 дня. И делать каждые по 2 подхода на спину. Элементарно. Ну, мне кажется, так с данным тренировочным объемом справиться легче, чем делать так много отказных подходов. Потому что, учитывайте, что он рекомендует очень маленькое время отдыха между подходами в каждой своей программе. За такой короткий промежуток времени не получается восстановиться к следующему подходу, как правило. Либо тренировка очень сильно затянется, если вы сроки восстановления увеличите в несколько раз. То есть, отдельно брать одну спину и ее тренировать невыгодно. Много времени лишнего потратите. Лучше объединить с чем-то еще и разбросать по фуллбадди вот эту программу. Тогда, на мой взгляд, она может считаться приемлемой. Потому что объем нагрузок будет дозироваться, по крайней мере. И не будет тратиться так много времени. Потому что выполнять это с 2 минутами отдыха между подходами, как это делает он, все-таки неэффективно с точки зрения многих исследований, например. Другой нюанс касается того, что растяжку нежелательно делать перед тренировкой. Начинать с нее, делать ее между подходами постоянно при этом. Желательно все-таки сместить к концу тренировки, как минимум. То есть, в конце тренировки можно и, в принципе, применить полную амплитуду максимальную. Попытаться в каком-то упражнении с небольшими весами, опять же. И после тренировки тоже желательно очень хорошо растянуть мышцы. А делать перед тренировкой этого, конечно же, не стоит. Что касается такого принципа, как растяжение, на мой взгляд, это полезно для тренировочного процесса. Но нужно делать это дозированно. В принципе, я разобрал данную программу. Вам решать, может ли восстановиться при таком объеме нагрузок натуральный спортсмен, еще и прогрессировать. Пишите об этом в комментариях. Задавайте свои вопросы, постараюсь на них ответить. В принципе, на этом все. С вами был Ети. До новых встреч. Продолжение следует...